Здравствуйте. Я бы хотела спросить, какая-то нестыковочка получается, Иоанна, послание Иоанна 5.24, написано там, верующие на суд, ну верующие и так далее, на суд не приходит. А 1 Петра 4.17.18, суду должно начаться с Дома Господня. И второй вопрос, ну не знаю, если это будет корректно в эфире сказать, роль женщины в церкви. Может ли женщина проповедовать в церкви? Вот это все. Спасибо большое. Очень хорошие вопросы, важные вопросы, очень интересные вопросы. Давайте первое, это суд. Смотрите, если мы откроем Иоанна 3.19, суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Смотрите, что такое суд. Суд – это как бы двери. Вот представьте себе, Вышний Иерусалим, и там двери. И там из этих дверей написано, бьет яркий солнечный свет. И суд как раз не в том, что какой-то будет судья. Иисус даже не будет судить нас. А написано то, что Слово Божие будет судить нас. То есть, если мы будем пребывать в Боге, то тогда мы пойдем навстречу этому свету. Если мы не будем пребывать в Боге, а будем пребывать в себе, то мы тогда убежим от этого света и не войдем в город. А то, что суд должен начаться с Дома Божьего, так как раз Дом Божий первый и придет к этим воротам. И в этом Доме Божьем будет проверяться, кто из этого Дома Божьего сможет войти в ворота. Кто наполнен Духом Божьим, кто наполнен верою. Тот, кто наполнен святостью, благостью, светом Божьим, тот идет к свету, потому что они в Боге соделаны. А тот, кто все время пребывал в себе, тот не пойдет к свету. Это пять дев, которые не вошли, это закопавший талант, который не принес прибыль Богу, это отделил овец от козлов, те, которые были в стаде Божьем, у тех, которых пастор был Господь, но те, которые не творили добро, не являли любовь, у тех, которых не родилась эта любовь. И поэтому, конечно же, суд начнется с Дома Божьего, безусловно. Но в Доме Божьем, тот же Господь говорит, широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И поэтому мы должны бодрствовать, мы должны трезвиться, мы должны просто стараться максимально пребывать в Боге и преобразоваться. Потому что можно родиться свыше, но вы знаете, как в пустыне? Все вошли в пустыню кровью Аганца. Кровь Аганца – это образ крови Христовой, который Бог вытащил из царства тьмы, из Египта и ввел в пустыню. И мы сейчас в пустыне, вот здесь, на этой земле. А образ вот этой земле обетования – это и есть образ жизни вечной. И вы знаете, что из сколько там миллионов людей, только два человека из Суснавин и Халев вошли, из взрослых, а все остальные не вошли. Они не смогли войти, потому что не познали пути Божьих. Поэтому тут суд начнется действительно с Дома Божьего. И поэтому нам надо будет всегда бодрствовать и трезвиться. Взагалей, дуже глубокий отца Иоанна Левида Ивана. Мне здаются еще эти слова, які Иисус сказав, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». Уже имеет. В таком состоянии Он имеет жизнь вечную. То есть пока Он слушает Слово Мое, пока Он верует, Он имеет жизнь вечную. И в таком состоянии Он на суд не приходит, но на таковых нет суда. Но перешел уже от смерти в жизнь. Все слова нагадывают, те же такие слова, які Иисус сказав в Марфе, Кол Ивана сказал, «Знаю, что воскреснет брат Мой в последний день воскресения мертвых». Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». А всякий, живущий и верующий в Меня, не увидит смерть. То есть не умрет никогда. Не умрет вовек, да. ЦЕ житя. И мы уже по Ефесянам написано во второй главе, что мы уже посажены Одесною Отца на небесах. То есть мы уже в духе, сердце наше, мы действительно уже рядом с Богом. Это безусловно. Но есть еще плоть. Вы знаете, как Павел сказал, что отныне мы вообще никого не знаем по плоти. Даже Иисуса Христа не знаем по плоти. И теперь уже во Христе Иисусе ни мужчина, ни женщина, ни иудей, ни эллин. То есть нет никакой разницы. И все те, которые приняли Господа Иисуса Христа, и те, которые крещены Духом Святым, разницы никакой нет для Господа и тем более для нас. Мы никого не знаем по плоти. Вы понимаете, что мы никого не знаем? Если даже Иисуса Христа не знаем по плоти, то тем более мы друг друга не знаем по плоти. То есть мы не знаем в церкви, кто счастливый, кто несчастливый, кто бедный, кто богатый, кто одинокий, кто больной и так далее. То есть мы относимся друг к другу не по плоти, а мы относимся друг к другу по наполненности Духом Божьим, что мы дети Божьи. И поэтому разницы никакой нету между детьми Божьими. Если Господь так определил и через Павла нам сказал, что нету никакой разницы. Но через Павла же было сказано, а учить жене не позволяю не властнуть над Божьим, но быть в повиновении и так далее. Ну, в том-то и суть, что когда женщина... Жены ваши в церквях да молчат, часто же цитуют те же, те же сами Библии же написаны. В том-то и дело, что это интересно то, что если женщина наполнена Духом Божьим, то ей вот это учение Павла, что не муж для жены, жена для мужа и так далее. То есть ей уже не надо, потому что она наполнена Духом Божьим, и она водима Духом Божьим, и исполняет волю Божью. А если она не наполнена Духом Божьим, то исполняй закон. Ну, то, что написано. То есть молчи и послушайся, бойся мужа и так далее, и так далее. Но если ты наполнен Духом Божиим, из тебя только благодать, из тебя только любовь Божия. Это то, к чему мы должны стремиться. И каждый человек должен стремиться, и каждая женщина должна к этому стремиться. Пытание складное, действительно. Потому что, ну, по-перше, там, может ли проповедовать женщина в церкви? Тут можно объяснить, по-перше, что означает проповедовать, а по-друге, что означает церква. Например, в Дії Святих Апостолев мы бачим Аквила и Пресцила. Они, когда встретили Аполоса, запросили его до себя и розтлумачили ему повнише дорогу Господню. То есть говорили, и он, и она двоих. И, в принципе, в этом случае Пресцила, она научила Аполоса. И кто-то скажет, ну, это не в церкви, они додому запросили. А в чом разница? Иисус сказал, да троя в имя Моя, а они были троя в имя Его. Тобто, да, много таких тонкостей в разных. Собрания верующих уже. И поэтому, я думаю, что тут надо быть настолько осторожным в том, чтобы не осудить. Просто, чтобы не осудить.